Здравствуйте, Эдуард. У меня вопрос от анонимного пользователя. А почему мы поссорились? Сейчас там анонимный пользователь очень сильно похож на голос Домера. Я с Домером не отвечаю в пользу. Он не будет приходить ко мне на стриме больше никогда. Я уже вам говорил, мы с ним поругались. Нафиг я нужен этому Домеру. Бэ. Не понял? Алё, Зенни? Да. Бери билеты в Казахстан, мы летим к Эдисону на разборки. Чё? Короче, мы уже прилетели в Казахстан. Я написал Хэрейду, мы написали Икс Данилу. И они успешно спят. Потому что, по идее, мы договорились, что мы как бы с ними живём, понимаете? Вот. А тут такая ситуация, что они спят. Вот мы и приехали в отель. Вот он. Наш отель. Сейчас будем будить Хэрейда и Икс Данила. Всё, друзья, мы врываемся. Сейчас к Хэрейду и к Данилу. Всё, звоночек, звоночек. Что? Злые? Не пускают, дорогие. Ого! Ничего себе! Вот это было! Наконец-то мы встретились! Два мужчины в белом! Шо вы, парни, как думаете? Эдисон на меня обижается? Да. Он говорил что-то, он очень сильно обиделся на тебя из-за чего-то. Тебе, мне кажется, жопа не захочет с тобой разговаривать. Как думаешь, будет бой? Какой? А ещё знаете чё? Я приготовил подарки. Вот они, подарки. Я надеюсь, что они им понравятся. Я не знаю, возможно, им такое дарили, конечно. А возможно, ещё ни разу не дарили. Я буду первым вообще человеком, кто им такое подарит. А вы прямо сейчас можете поставить видос на паузу и написать в комментариях, как вы думаете, чё тут вообще такое. А ещё упаковывать помогала Леночка. Пацаны, пацаны, я две бомбы принёс, две бомбы принёс! Какие бомбы? Это не та бомба, блядь. Ау! Э, ты чё? Мы загриферили, загриферили! Я лично думаю, что они даже не угадают, чё в этих коробках. Ребят, сначала вопрос. Как вы думаете, что может быть в зелёном коробке? Я думаю, там красная коробка. А, ну, в принципе, логично. А ты что думаешь, Экзонил? Тут нарисована радуга. Я уже вижу, что это не шокер, меня это уже радует. Лё, обожаю тебя! Я тебя обожаю! Я тебя обожаю, реально! Нифига себе! Ради меня обнимашки! Для тех, кто не в теме, носки, вот, самурай и носки Хрейд Джедай. Мы сейчас уже будем выезжать на Комик-кон. И я немножечко даже переживаю, потому что я с Эдисоном в последний раз виделся в 2018 году. Тогда мне было всего 15 лет. Спустя 5 лет мы снова увидимся, вы представляете? И я ему подарю подарок. Правда, у меня для него, по идее, два подарка. Но я не знаю, согласится ли он на второй, либо же нет. Так что сейчас мы это с вами узнаем. Поставьте лайк! Уважаемые подписчики, оцените мой лук по 10-балльной шкале в комментариях. Твой обязательно. Получается у нас сейчас перекус перед Комик-коном. О, вы что, бухаете? Это самолен. Я не знал. А ты что делаешь? Я ем. Он ест. Я тоже кушаю. Это салатик Цезарь. Перекус домера перед Комик-коном. Это сцена из Мстителей. Чисто пришли на Комик-кон. Такой своей бригадой вон. Все, мы уже успешно прошли регистрацию. Теперь у меня есть, и у него есть, бейдж, канак, конак. Канак. А если быть точнее гости. А я медиа. У нас есть Стасик-навигатор. Она сейчас нас приведет. Вот так вот, друзья, получается изнутри выглядит уже Комик-кон. Здесь разные зоны есть. Смотрите, это мой друг Бамбоуби. Бамбоуби, ё-моё. Серёга её сфоткаться с человеком бензопилой. Побежать или я не знаю. Да, я её сфоткаться сейчас с человеком бензопилой. О, хорошо, донора. Можешь автографировать? Да-да, брат. Сейчас. А ну, подержи. Друзья, вы не поверите, кого я наконец-то встретил спустя 5 лет. Вот здесь вот, получается, где очень много людей. Там, получается, прямо сейчас находится Эдисон. Как вы понимаете, к нему пробраться нельзя. Ну, короче, он где-то там в этой толпе. Мне кажется, он отсюда явно не выберется. Я думаю, 100%. А вон, вон, я его вижу. Мне интересно вообще, пролез ли к нему хорейт. А вон, Стасик уже там. Стасик уже там, в принципе. Смотрите, вот. Эдуард, здравствуйте. Я их зданию чисто спрятался. Ну ладно. Как говорится, первым бенкомом его можно понять. Я сам был в подобной ситуации. И такое тоже бывает. О, Ярик. Ярослав, здравствуйте. Эдуард, Эдуард. Здравствуйте. Это фото. О. Попытка номер 2. Блин, комом. Можно автограф. Можно автограф. Да, брат, сейчас сделаем, сейчас сделаем. Рано или поздно оно же должно все-таки получиться. Его куда-то хорейт увел. Вот хорейт вообще, он как security чисто. Мы узнали, где Эдисон. Возможно, он меня просто не узнал из-за того, что я взрослый. Теперь, последний раз, когда мы виделись, это было 5 лет назад. Хотя, он смотрел мои ролики. В любом случае, у них сейчас будет автограф-сессия. Сначала у Хорейда, потом у Эдисона. У меня, правда, с Хорейдом есть фотка. Даже делаем фалатики. Мы нашли, короче говоря, тайный проход. Где сейчас, ну, попробуем пробраться, конечно. Но не сильно, чтобы не мешать. Опа. Короче, сейчас побросим микрофон. А можно будет задать один вопрос отсюда? О-о-о, спасибо. Здравствуйте, Эдуард. У меня вопрос от анонимного пользователя. А почему мы поссорились? Сейчас анонимный пользователь очень сильно похож на голос Доберова, мне кажется. А вы где? А вы где? А что вы спрятались? Ну, вот так вот спрятался и спрятался. Мне вообще запретили выходить, ну, чтобы драки не было. Почему мы спрятались? Да. А у нас здесь целая арта. А он очень анонимный пользователь просто. Это Херейд? Я... Я скрываю свое лицо и голос. Ну и все, он там не стойте, не высовывайте. Хорошо. Хорошо, ладно. Ну, все, друзья, вот так вот. Все, мы поссорились, получается. Меня уже даже к нему не пускают, вы представляете? Вот такая ситуация. Стасик, от души душевно в душу. Стасик. Стасик, респект в комментариях. Друзья, чтобы вы понимали, это вся очередь к Херейду. Он, правда, скоро выйдет, хотя, возможно, он уже вышел. Главное, чтобы сейчас меня не заметили, иначе это будет фиаско. Заходим, заходим. Ага! Это у тебя будет автограф, кстати, дорогой? Блин, мне кажется, я теперь не выйду, они меня спалили, Херейд. Скажи честно, ты переживаешь? Ты знаешь, сколько там людей? Ну, я краем глаза видел. Краем глаза видел, там их дофига. Я уже два раза почти подошел к Эдисону, и он меня проигнорировал. Мое сердце разбито. Радуюсь, что пока что разбито только сердце. Друзья, чтобы вы знали, на будущее, сейчас все кричат Херейд, и это организовал мой брат Зенни, поэтому Херейд, если ты посмотришь это видео, знай, кто был инициатором, что сейчас все кричат Херейд. Давай, выходи! Ура! Это мой любимый блогер пришел! Короче, все, Херейдик на сцене. А вот и Зенни идет. Я разогрел эту талфу. Ну, чтобы вы понимали, у меня завтра автограф-сессия, и меня, скорее всего, ждет то же самое, что Херейда. Я переживаю. Мы сейчас встретили Стасика, и она решила нам помочь и вообще провести нас в лаунж. И, возможно, вообще есть шанс того, что мы там как раз-таки встретим Эда. Поэтому сейчас нас вот так вот проводят тайными ходами, переходами. Так, друзья, лаунж, зона, вот она. Нифига себе тут обед. Здравствуйте всем, кого не видел. О, а ты меня снимаешь? Мы с тобой не общаемся. Не общаемся? Не общаемся. Получается, если мы с тобой общаемся. Поздравляю. А это сюда говорить? Не общаемся. Давай орать ему, чтобы ему неудобно было сводить. Не общаемся с тобой. Я так и знал, что мы не общаемся. Подожди, если мы сейчас с тобой начали общение. Можем поддержать часа. А, через камеру. Через звук микрофона. На живую не общаемся. Точно, тоже верно. тогда если мы не общаемся то рукопожатие считает только через камеру я расслаб здравствуйте еще раз здравствуйте вита здравствуйте сережа ярослав держите и эдуард вы получаете выбор опять опять выбор без выбора не как смотрите что он может у нас точнее у вас у вас есть выбор первое вы сейчас получаете коробку а потом получаете секретная либо сначала секретная а потом коробку ну давайте открытие прямо сейчас ну там возможно бомба ну узнаете узнаете сейчас что там стойте прежде чем вы откройте вопрос как вы думаете что там может быть жижа возможно вам такое дарили а возможно и нет если в людей направлять вот им это понравится думаю не всем это носки это уярия сейчас супер игра как говорится а ну александр эдуард здесь 500 тысяч тенге и у меня есть вам предложение потратить их за один час но не здесь а в другом каком-то месте например позже там после комик-кона я согласен давай я как раз карты не смотри получается я покупаю ты выбираешь все просто все договорились договорились а этот ролик выйдет если вы 100 тысяч лайков наберете тогда 169 пошел пошел я пришел на сходку эдисона а тут оказывается очередь была вы прикиньте вот это вся очередь это очередь на сходку к эдисону автограф сессия у эдисона закончилась и пора бежать что вы чувствуете я ничего не чувствую проблема в том что они думают что я убегу и пытаются на меня наброситься я как бы буду до последнего стоять я боюсь представить что у меня завтра будет на автограф сессии и никому не нужен ну так бы сразу сюда хрэйт ё-моё все друзья второй день на комик-коне мы уже получается пришли у меня сходка прикиньте точнее автограф сессия через 20 минут уже я вам щас покажу тайный проход куда входят все блогеры получается вот он вход куда мне как раз таки сказали заходить вот он эвакационный выход по идее ну для меня это вот так а вот он санечка идет что-то ребята многовато вас сегодня больше чем вчера больше чем у фрейда а это все для тебя пожалуйста фанус фото своих прекрасных фанатов пожалуйста всем привет как настроение ребят супер спасибо вам все что пришли я не ожидал что у вас будет так много на самом деле у вас у всех большой потанцевал получил 6 увидимся на мероприятии я тут все равно еще буду и сегодня ходить и завтра вот спасибо вам огромное вы правда классные ребята чтобы вы понимали автограф сессия закончилась мне очень подарили вот такой вот костюм на сходке и вот столько подарков я вообще в шоке извините что совсем не получилось сфотографироваться но спасибо вам огромное что вы пришли примерно вот так вот друзья выглядит погоня за эдисоном я вообще не понимаю куда они на самом деле сейчас у эдисона будет сходка возле туалета как бы странно это не звучало но это самый простой элементарный вариант создать свою сходку всем привет с вами домер и я попал на закрытую сходку эдисона очередь начинается вон там эдисон начинается вот здесь а утро начинается с вон того футбол а пока анекдотик заходит русалка в бар виде там джеки чана она ему как палаха прописает он ей ай и все и конец анекдотика они станет дега попросим анекдоту эдисона эдуард эдуард анекдотик можно почему меня отвлекаете от работы негодяй вот и все друзья это был конец нашего анекдотика проверка проверка лайфхаков реальной жизни мы попробуем нанести урон стиву в реальной жизни кулаком поэтому мы проверим сколько хп у него снимется если ударить его с ноги все все это экстренный побег со сходки а я рецеприти все убегай 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 вперед 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 отпускай дверь бежим бежим будет дверь открываться заходи мега побег со сходку продолжение блога знаете куда мы пришли мы сейчас идем на мафию я буду мафия ну посмотрим посмотрим вот так вот выглядит примерно мафия эдуард а может вы мафия на самом деле в этом плане дропайте любого из нас чем мы будем всю жизнь гадать вообще я голосование самый сложный в последней серии амон газ он хорошо притворялся предателем чисто чтобы отомстить ему я бы за него проголосовал какой-то принципиальный и у нас по фигуре это все друзья минус хрейт был пацан и нет пацана ну прикол в том то что мне кажется мафия которая не была в предыдущем раунде мафии сейчас мстит самым сильным игрокам как в реале и он что сêtre она угодно с 저도urn отпечисим автом eux мне до сих пор не верят вот просто сбывалось całe мечта я встретился с ребятами встретился с ним с ним пообщался он просто невероятный человек не я не я не я не станет могу даже описать этோами я не Не понимаю, как у него вообще могут быть какие-то хейтеры. Просто хочу сказать, Эдисон, спасибо тебе. Большое. А вы не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал, чтобы не пропустить ролик с Эдисоном. Что он купит на 500 тысяч тенге. И смотрите новые ролики слева и справа. Всем пока. Верьте в свои мечты.